Добрый день, уважаемые участники нашей пресс-конференции. Мы благодарим, что вы очень дружно и энергично собрались на встречу с нами. Хотя время отпусков, тем не менее ситуация продолжает развиваться от плохого к худшему. Я бы хотел, чтобы вы внимательно слушали наши оценки и предложения. Ибо в любом случае 10 сентября состоятся местные выборы, а затем впереди и президентские выборы. Вы знаете, что американцы приняли недавно закон на 184 страницах, прописанные меры против нашей страны, которые рассчитаны минимум на 30 лет. Поправка Джексона-Веника просуществовала 38 лет, запрещающая продавать нам высокие технологии. Хочу вам напомнить новую стратегию США. Ее довольно точно сформулировал Мит Ромни, один из лидеров республиканской партии. Наша стратегия. Задача состоит в том, чтобы заставить Россию пожирать себя изнутри, посея смуту и раздору в обществе. Мы заставим русских взяться за оружие. Мы настроим чеченцев, татар, башкер, дагестанцев против русских. Мы заставим их ненавидеть свою страну, собственную нацию. Ничего нового нет. Нечто похожее было сформулировано в свое время директором ЦРУ Дальницам. Но это легло в основу уничтожения советской страны. Последствия вам известны. Вот закон, который принят, по сути дела пытается убить нашу дойную корову нефтегазовый комплекс. И все, что связано с активной разработкой сырьевых ресурсов. Других пока у нас особенно нет. В этой связи хотел бы обратить ваше внимание на состояние общества. Раскол в обществе углубляется. Последний опрос. Каждый десятый голодает. Треть уже не хватает на одежду. 14 миллионов граждан за последние два года покинули средний класс и стали экономить почти на всем. Что касается экономики, президент поставил задачу выйти на мировые темпы. Более трех процентов. В этом году будет примерно три с половиной. И тем не менее за пять лет потеряли восемь процентов ВВП. И сейчас вся программа правительства крутится вокруг одного полутора процентов. По сути дела, черты экономической оседлости. Причем 39 процентов. Это теневая экономика. Даже не платит налоги. И более триллиона нецелевых расходов за последнее время. Они удвоились. Воруют. На пропалую не считаясь ни с чем. В социальной сфере меня поразило, что даже на эту сферу решили сэкономить ближайшие три года. Прогноз их такой. 100 рублей расходной части, 3 рубля на здравоохранение, 3,20 на науку и 3,60 на образование. Зарплата задорно нарастает с каждым часом. Она увеличилась за один месяц на почти 8 процентов. Село, говорят об урожае, но все остальное продолжают гробить. Чтобы развивалось село, надо минимум 10 процентов расходной части. То, что нам предлагают, опять крутится вокруг процента полутора. Причем половину продовольствия иностранного. В Москве 90 процентов торговых сетей принадлежат иностранцам. Это все накладывается на тот закон, о котором я говорил. Регионы просто брошены на самовыживание. 6 регионов доноры, 16 дефолтники и должны более 3 триллионов долги. Вот наша команда предложила программу развития. Ну а для нее надо 22 минимум, 25 желательно триллионов рублей. Весь бюджет примерно 13,5 остается в той же цене. Сырьевая модель только нарастает. Хотя говорили о модернизации. Я посмотрел последние наши торги. 77,6 процента это сырье и первый передел. Только 6 процентов машиностроения. Вот реальная картина. Если по новому закону нас выдавят американскому из Европы, а у нас в лучшие годы торговля составляла 450 миллиардов долларов, то мы теряем практически полбюджета. А это означает полный дефолт. Наша программа «Десять шагов» предполагает решение многих вопросов. Причем мы идем с командой, которая подготовила реальные программы, исходя из конкретных регионов. В этой связи я хотел представить наших кандидатов в губернаторы на местах. Женщина острее чувствует обстановку. Они обеспокоены состоянием семьи, школы, здравоохранения, образования. Они у нас имеют огромный опыт. Я бы хотел, чтобы вы познакомились с их предложениями. Новгородская область у нас представляет Ефимова Ольга Анатольевна, один из опытных народных депутатов. Спасибо. Я также всех приветствую. И хочу на примере нашего новгородского региона сказать, что если мы сегодня посмотрим даже бюджет Новгородской области, то в 2012 году он, допустим, составлял, я буду говорить примерные цифры недоточностей, но, скажем, 44 миллиарда. Сегодня, уже 2017 год, это всего лишь 23 миллиарда. Конечно, программу, с которой мы идем, и опыт коммунистов, которые уже работают в качестве губернаторов, мэров, опыт наших народных предприятий, и ту базу, которую мы сегодня предлагаем, она основана в первую очередь на том, что необходимо наращивать производственную базу, развивать научный потенциал и, конечно, кадровую политику. На примере своего региона мы в этом убедились. Некогда Новгородская область, это особенно великий Новгород, славился тем, что у нас бы работало более 30 производств, заводов. Практически на каждом предприятии работало от 4 до 5 тысяч человек. Сегодня мы потеряли эту мощь. Когда-то были радиоэлектроникой, у нас производились первые видеомагнитофоны. Волна такое предприятие в Великом Новгороде, ну тогда это был просто город Новгород, в советское время мы работали на космическую отрасль. Сегодня же, по большому счету, можно сказать, что у нас осталось от нашей промышленности один большой торговый центр, площади некогда, которые давали нам возможность развиваться, поддерживать сельское хозяйство. Я имею в виду рабочие места, от каждого предприятия работали филиалы. Мы не ставили задачу о том, чтобы у нас закрывались населенные пункты, как сейчас у нас уже в практике, в том числе в областной думе, когда из села уезжают все, этот населенный пункт нужно просто аннулировать, его нет. Когда сегодня никто не занимается тем, как использовать потенциал нашего новгородского университета, как сделать возможным, чтобы сегодня молодежь все-таки не уезжала в мегаполисы. Вы знаете, что мы лежим очень хорошо географически между Москвой и Санкт-Петербургом. Конечно, молодежь в попытках найти лучшую достойную заработную плату уезжает со своей территории. Поэтому нами разработана программа возможности оплачивания из бюджетных средств за счет области кадров, которые нам необходимы, скажем, в сфере здравоохранения, как узкие специалисты, в образовании, в досуговой. Таким образом остановить необдуманную такую политику. Раньше у нас все время говорили, что неэффективное расходование средств, и нам нужно закрывать наши бюджетные учреждения. Под словом оптимизация, навязанная нам сегодня властью, наверное, из-за их же опять ошибок в управлении, экономических ошибок, у нас сегодня стоит очень острый вопрос в сельском хозяйстве. Мы из бюджета, так же, в общем-то, как и в Государственной Думе, когда формируется бюджет, закладывается на сельское хозяйство не больше 1%. Такого не должно быть. Поэтому, учитывая уже опыт и нашу программу, основное, на что мы ставим упор, это необходимо возвращать и возрождать на нашей территории промышленность. Будем развивать промышленность, будет пополняться бюджет, тогда, получается, и будет у нас возможность предоставлять рабочие места. А сегодня, если какую проблему не возьми, строительство, ЖКХ, транспорт, торговля, у нас везде еще прослеживается четкая связь крупного капитала с властью. И, наверное, самое главное, хочу завершить то, что в нашем регионе особенно остро, это, между прочим, как одну из проблем, которые ставят сами новгородцы, это управление регионом на протяжении много лет варягами, когда сегодня должность используется как некий трамплин для достижения своих личных карьерных целей, а еще как обогащение личное. Поэтому вот эту главную задачу для себя, я считаю, необходимо сегодня доносить до наших избирателей, но это, конечно, проблема нашего региона, может, в других местах она немножко по-другому выглядит. Однако результатом деятельности варяга, если вот у нас был прошлый губернатор тоже, скажем, практически назначенный с федерального центра, так вот его деятельность, можно подвести такой итог, заключалась в том, что мы сегодня имеем государственный долг в размере 15 миллиардов, обслуживание этого долга нам, нашему бюджету, обходится в 1 миллиард, и очень много громких коррупционных скандалов. Спасибо. Саратовская область, Алима Ольга Николаевна, один из опытнейших наших депутатов. Оля, пожалуйста. Добрый день. Ну, я думаю, Геннадий Андреевич, удобно так его место, определим между двумя Ольгами, можно загадывать желание, и 100% 10 шагов, значит, партии по реализации будет исполнено. Действительно представить сильную, например, Россию без сильных регионов, или наоборот, сильные регионы без сильной России, просто невозможно. Конечно, есть крупные и сильные регионы, ну, их не так много, все остальные на орбите кризиса вращаются, и в зависимости от того, как, я как его вывела, коэффициент любви центра к тому или иному региону, позволяет выживать, либо жить, либо процветать. Поэтому условные деления на доноров, либо они дотационные, потому что каждый регион отправляет свои налоги, и согласно нашей налоговой бюджетной системе, отправляет налоги, кто-то полностью обескровлен, но при этом центр определяет, вот вам шоколадку, вот вам спецпитание и три дня отгулов, да, а кто-то восстанавливает вот свою экономику, так сказать, из последних сил. Поэтому, мне кажется, вполне назрело, и эту ситуацию мы рассматривали в Государственной Думе, фракции КПРФ, когда бюджет, ну, пора уже делить на три части. 30% федеральному центру, 30% региону, 30% муниципалитетам, ибо они не просто выживают, они доживают, потому что каждому региону нужно выполнять, в том числе и указы президента, и в том числе все те законы, и люди просто хотят жить и не сердиться на тот регион, который укупается в роскоши. А мы все-таки граждане одной страны. Ну и 10% это должен быть, как бы, фонд, на который может быть и президент, а может быть на молодежь, а может быть, ну, это нужно все посмотреть. И мне кажется, совершенно было бы справедливым, когда промышленность, закон о промышленной политике был принят по инициативе фракции КПРФ в Государственной Думе, нужно наполнить содержанием этот закон. Потому что совершенно негоже, когда Саратовская область, огромный промышленный потенциал, огромная электронная промышленность стоит в ЭПК без заказов. При этом они, у них уникальное производство и делают только они. Но это остатки, все, что у нас удалось сохранить в Саратовской области. При этом авиационный завод, федеральная собственность, был снесен под бульдозер. Сейчас много, огромные торговые центры, но при этом похоронили завод, которым было более 20 тысяч рабочих мест. И, естественно, были налоги, и самое главное, производили надежные самолеты. Поэтому, когда мы говорим, еще раз возвращаюсь, к нашей программе, и у нас там замечательные есть пункты, если центральная часть власти и будет прислушиваться к нашей программе, а лучше ее выполнять, тогда неизбежно мы выйдем из того, в кризисы, в которые нас и загнали. Спасибо. Афанин Юрий Вячеславович, пожалуйста. Уважаемые коллеги, год назад состоялись выборы в депутатах Государственной Думы. Несмотря на то, что власть неоднократно говорила, что эти выборы прошли честно и прозрачно, уже по прошествии этого года мы смогли доказать, в том числе и в рамках уголовного садопроизводства, целый ряд серьезных нарушений избирательного законодательства, в том числе и при подсчете голосов. Мы боролись и будем бороться для того, чтобы выборы в Российской Федерации проходили честно, прозрачно, на конкурентной основе. К сожалению, мы надеялись, что власть примет из этого определенный урок и при подготовке к выборам президента Российской Федерации, от которых будет решаться судьба будущей развития нашей страны в ходе этой избирательной кампании, не будут допускаться серьезные нарушения. К сожалению, вынуждены констатировать, мы столкнулись с тем, с чем не столкнулись уже на протяжении нескольких лет. Первое – это так называемый пресловутый муниципальный фильтр. Введение муниципального фильтра и одни из первых выборов, которые состоялись по нему, как раз проходили в Новгородской области, где наш кандидат Ольга Ефимова, которая на протяжении уже многих лет пользуется серьезной поддержкой населения, в прошлый раз не была допущена до губернаторских выборов. Пострадало от этого население, пострадал регион, власть сейчас поменяла губернатора, но, к сожалению, выводов из этого не сделала. Мы получили совершенно ужасающую, с нашей точки зрения, ситуацию в Республике Бурятия, когда известный человек, депутат Государственной Думы, сейчас член Совета Федерации, герой Бурятия Вячеслав Мархаев, собрав необходимое количество подписей и заручившись поддержкой серьезного круга депутатов, общественных организаций по надуманному предлогу не был зарегистрирован в связи с двойными подписями. В эти выходные по всей стране прошли акции и митинги протеста. К сожалению, судебная система не стала удовлетворять наши законные требования, но эту борьбу будем продолжать, потому что куда не приезжаешь, в какой регион, население четко говорит, зачем нужны эти муниципальные фильтры. Кандидат должен идти с программой и командой. Вторая, не менее выпиющая ситуация у нас сложилась в Республике Северная Осетия. После четырех дней, с нашей точки зрения, с нарушениями процессуального законодательства, областной суд Ставропольского края снял с выборов список КПРФ в Республике Северная Осетия. Причем поводы совершенно ничтожны. Три раза меняли требования, основания, искового заявления, что, как правило, не делается судопроизводстве. Наши товарищи юристы говорят о целом ряде грубых процессуальных нарушений. И в конечном итоге, основанием для снятия списка КПРФ парламентской партии стало признание недостоверности подписи зампредседателя региональной избирательной комиссии. Какое отношение мы имеем к его подписи и какие претензии к нашим документам. Мы уверены, что подготовив апелляцию в Верховный суд, если Верховный суд будет принимать не политическое, а юридическое решение, мы восстановим наших товарищей на выборах. Тем более, шансы на победу и на высокий результат очень серьезные, потому что возглавляет список Казбек Тайсаев, один из самых опытных, известных людей на Кавказе. Первым секретарем и одним из лидеров списка является Елена Князева, которая показывает хорошую работу. Кстати, тоже женщина, активный наш депутат. Поэтому будем добиваться. И еще, я только вернулся с Дальнего Востока. Посетил Сахалин, проехал по районам, городам, был во Влевостоке. Несмотря на то, что эти регионы имеют большую и более лучшую финансовую базу, чем целый ряд регионов, которые здесь наши товарищи представляют, там тоже много проблем. Но опять же, из выборов пытаются сделать фарс. Впервые, наверное, не было это с 96-го года, партии спойлеров стали использовать имя лидера нашей партии, Геннадия Андреевича Зюганова. Список КПСС на Сахалине возглавил некто Наталья Зюганова, не имеющая отношения к Сахалину, родившейся в Новомосковске Тульской области. Вторым номером идет однофамилица нашего популярного депутата Светлана Иванова Иванова. Вот такая ситуация. А власть не обращает на это, она регистрирует. То есть выборы, канун президентских выборов, и снятие, и недопущение Мархаева, и партии спойлеров превращаются в фарс. Такие выборы нужны, такие выборы не нужны. Экономика находится в тяжелом положении, вне зависимости от регионов. И мы должны решать проблемы развития нашей страны. Это задача команды КПРФ, это задача нашей партии. Я хочу сегодня обратиться к президенту. Он все-таки является гарантом конституции. Нарушаются конституционные права граждан. И Северная Сетья и Бурятия абсолютно под надуманным предлогом выбивают кандидатов, которые имеют реальную возможность посоперничать и превращают выборы в фарс, когда регистрируют лживых коммунистов и жириновцев, у которых нет там депутатов почти. Мы считаем, что это в высшей степени безобразие и позорит и эту выборную кампанию, и деятельность администрации, и позорит вообще подготовку к президентским выборам. Если на этой волне пойдут выборы, они не имеют никакого смысла. Мы предложили программу и сильную команду. Будьте добры садиться на встречи и проводить публичные дискуссии. И доказывайте, что ваша программа лучше. А пока экономика показывает, что ваша программа никуда не годная. И никаких гарантий для нормальной жизни в обществе, к сожалению, нет. Слово предоставляется Барышниковой Наталье Геннадьевне. Она возглавляет наш список и идет в качестве кандидата в губернаторе в Томске в крупнейшем научном и образовательном центре. Пожалуйста, Наташа. Добрый день. Рада присутствовать здесь сегодня. Я хотела бы несколько слов сказать о нашем регионе. Томская область – это уникальный регион. Это мощный научно-образовательный центр, инновационная площадка, это природные богатые ресурсы и наш ядерный щит Российской Федерации. Вот это все сконцентрировано в нашей области. Но в то же самое время это сегодня регион контрастов. Если Томск развивается, то за пределами Томска на территории села и деревни это полная нищета. Безработица и нет производств. Что касается научно-образовательного центра, Томские вузы в числе лучших вузов Российской Федерации. Но сегодня сокращение бюджетных мест и стоимость обучения подходит к 200 и выше тысячам. наши томские дети просто не в состоянии учиться в наших вузах. И сегодня складывается ситуация, что выпускники школ Томска и Томской области уезжают в соседние регионы, чтобы получить высшее образование. Конечно, с одной стороны, хорошо в университетах наших обучается иностранных студентов из 50 и более стран мира, но прежде всего нужно заботиться о своих жителях, о будущем Томской области. Еще одна наша особенность нашего региона закрытое административное территориальное образование Северск. Сегодня очень остро стоит вопрос по закрытым городам и моногородам. Северск с 1949 года выполнял функцию атомного счета Российской Федерации. И это территория, где сконцентрировано огромное количество производств, где сконцентрированы люди с критическим умом и высокопрофессиональный такой слой населения. Сегодня остро стоит вопрос занятости населения. в Северске. И эта территория была создана для развития атомного направления. И мы считаем, что эта территория должна и далее выполнять эту функцию. Ну и, конечно, наш больной вопрос это газ. У нас газифицировано на территории не более 12% домохозяйств в то самое время, когда мы обеспечиваем всю Европу и Западную Россию газом. Конечно, газ это общенародное достояние. Но получается так, что это общенародное достояние до самого народа не доходит. И здесь, безусловно, первый пункт нашей программы, первый шаг очень актуален. Хотелось бы сказать, что наш регион очень богат людскими ресурсами, природными ресурсами. У нас все есть. У нас студенчество, профессионалы, сельское хозяйство, оборона, научно-образовательный комплекс. Я обошла всю Томскую область, объехала всю Томскую область. Я убеждена, что Сибирь, как и в советское время, может рвануть вперед. И слова Михаила Ломоносова, они сегодня очень актуальны. Богатство России будет перерастать Сибирью. Последнее время в средствах массовой информации обсуждается вопрос о переносе столицы в Сибирь. Я за то, чтобы столица была в городе Томске. Пермский край. Филатова Ирина Анатольевна, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Я бы хотела начать с того, что прежде чем приступить к разработке нашей избирательной программы, мы сделали очень подробную аналитику, очень серьезный анализ бюджета Пермского края. Таким образом, мы имеем следующую статистику. За предыдущие пять лет были неэффективно использованы более 40 миллиардов рублей. Еще около 30,4 миллиардов не были использованы вовсе. Из чего мы делаем логичный вывод. У власти в Пермском крае колоссальный кадровый вывод. У власти находятся чиновники, которые не являются профессионалом. И даже несмотря на то, что в период кризиса и санкции государство находит возможность поддерживать те программы, которые существуют в край, чиновники не в состоянии это освоить. Поэтому мы начинаем с того, что нужно решить основную проблему. Нужно решить проблему кадрового голода. Нужно решить проблему профессиональных кадров. Таким образом, имея профессионалов во власти, мы сможем развивать и промышленность, которая в настоящее время фактически уничтожена, и сельское хозяйство, и, безусловно, решать социальные проблемы. Просто, к сожалению, на сегодняшний день в Пермском крае ситуация у населения просто катастрофическая. Обнищание происходит каждый год. На сегодня около 21% населения живет ниже уровня прожиточного минимума. Это более 100 тысяч семей. Для того, чтобы достичь основной цели нашей программы, для того, чтобы повысить уровень и качество жизни населения, безусловно, мы должны развивать все территории края равномерно. Это и промышленность, и сельское хозяйство, и в том числе мы должны решить одну из основных проблем в Пермском крае это дорожная транспортная инфраструктура, потому что некоторые регионы там фактически отрезаны от цивилизации. И очень сложно заниматься промышленностью и сельским хозяйством, когда невозможно банально вывести продукцию и нет возможности ее реализовывать. Поэтому основная цель нашей программы это решить вопросы кадров и после этого уже с профессионалами подойти к другим насущным проблемам. Спасибо. Уважаемые участники, моя команда представила вам ситуацию. Великий Новгород, где была прекрасная электроника, а сегодня убито производство и нет дорог, что является стыдовушкой. Недалеко от Питера и от Москвы область коренная русская область по сути дела гибнет в результате бездарной экономической и социальной политики. Волгу представила Алимову Ольга Николаевна Саратову, там был прекрасный авиационный завод, сейчас торговый центр и по сути дела производство заебается, а люди нищают, это совершенно недопустимо. Представили Томск, один из крупнейших научных центров, я был в Северске, это восьмое чудо света, мы после войны построили 10 атомных городов, теперь и до них добрались, пытаясь их уничтожить и ликвидировать. Много говорят о безопасности, а талантливые кадры, которые там трудились, вынуждены уходить и искать себе счастье довольно часто из-за границы. И мы представили Пермский край, могучий край, но ситуации там не лучше. Общая картина должна вам быть понятна, нужен новый курс, сильная команда и поддержка тех, кто болеет душой за нашу страну. Когда вы боитесь переглажить ответственность на женские плечи, хочу вам напомнить, во Франции из 455 депутатов на последних выборах было избрано 233 женщины, фактически более половины, в Англии из 1025 почти 800, две трети, женщины в кризисных условиях справляются лучше, чем мужчины. И надо вспомнить самый просвещенный век царствования в нашей России. Три женщины вытащили страну из трудного положения, обеспечили ей довольно уверенное развитие в будущем. Редактор субтитров Корректор А.Егорова